Кашимское пастбище Кашимское пастбище Кашимское пастбище Кашимское пастбище используется и как весеннее, и как осеннее пастбище Рахманберди с ранней весны до поздней осени в течение как минимум 7-8 месяцев находится здесь В общей сложности у меня 450 голов скота Из них 250 козы, 200 козлят Кашимское пастбище является одним из самых деградированных пастбищ Баткенской области По мнению фермера Рахманберди и Гембердиева, это связано с его слишком маленькой площадью Деградация связана с выпасом слишком большого количества скота на пастбище Территория пастбища не успевает восстанавливаться Территория пастбища не успевает восстанавливаться На Кашимском пастбище, кроме Рахманберди и Гембердиева, находится еще одна семья животноводов Они занимаются выпасом около ста коров и телят С крупным рогатым скотом больше хлопот, но зато и прибыли от него в разы больше Женщины с утра до вечера заняты производством сметаны, масла, простокваши и курута Кроме того, обязанности по реализации произведенной продукции также лежат на их плечах Мне каждый день приходится доить до 15 коров Новорожденных телят отдельно не кормлю Они еще некоторое время продолжают питаться молоком коровы Невестка моего девяра тоже каждый день доит около 15 коров Получается, ежедневно через наши руки проходят около 30 коров Все наши каждодневные обязанности так или иначе связаны с молоком Ежедневно с утра до вечера заняты только этим делом И на другие дела практически не остается времени Скажем, пока прогонишь молоко через сепаратор уже 11 часов дня Наскоро пообедав, сразу же приступаем к изготовлению курута Каждую субботу в селе проходит ярмарка Мы делаем простоквашу из надоя молока за пятницу И вместе с курутом продаем на ярмарке На вырученные деньги покупаем необходимые продукты Вот так и живем Животноводы платят пастбищным комитетом По 33 сома за выпас каждого поголовья овец и коз А за крупный рогатый скот по 120 сомов За лошадь 180 сомов С увеличением поголовья скота за последние десятилетия Активизировалась и деятельность пастбищных комитетов Если раньше вопрос инфраструктуры пастбищ Находился в ведении только местных органов власти или государства В настоящее время вопросы строительства, ремонта дорог и даже ветеринарных помещений Находятся под ответственностью пастбищных комитетов Думаю, со зданием пастбищных комитетов ситуация изменилась в положительную сторону Деньги, выплачиваемые в качестве оплаты за выпас скота Остаются здесь же За последние 12 лет произошло немало изменений Ремонтируются дороги, приобретается современная техника Построены водоемы естественного сбора воды, а также водопои Они очень удобны для использования Нам теперь не нужно специально ввести стадо на какой-либо водопой Мы можем напоить скот на любом водопое Расположенном на пути следования стада Пастбища – это как моя семья Как я отношусь к своей семье, так отношусь и к пастбищу Работа Ислама Абдурахманова начинается в компактном офисе Расположенном на территории сельского базара Он является главой пастбищного комитета Самаркандекского Айлукмитю Баткенский район является местностью с самыми сложными условиями для животноводства Общая площадь пастбища при Самаркандекском Айлукмитю составляла 2850 гектаров Недавно 350 гектаров земли было предоставлено местным жителям для строительства жилья Теперь площадь пастбища составляет лишь 2500 гектаров В Самаркандекском Айлукмитю проживают около 14 тысяч человек В Айлукмитю в целом зарегистрированы около 24 тысячи голов скота Но наши фермеры предпочитают круглый год пользоваться ресурсами пастбища Только некоторые из них могут позволить себе перекочевать на отдаленные пастбища В принципе фермеры должны были выехать из зимних пастбищ Если я им скажу, чтобы они с 15 июня перекочевали на летние пастбища То они будут требовать, чтобы я им нашёл куда перекочевать Они вынуждены заселяться на пастбище лесного хозяйства или других сёл Ведь у нас нет своего летнего пастбища Несмотря на нехватку пастбищ в Самаркандекском Айлукмитю Их инфраструктура считается самой лучшей в Баткенском районе Это во многом связано с активной организационной способностью пастбищного комитета Это водопой Кулан Здесь можно напоить 7-8 загонов скота Наряду с другими условиями, созданными за последнее время на пастбищах Отдельного внимания заслуживают водопои Пастбищный комитет с помощью специальных подземных труб провёл воду в безводную пустынную местность Теперь, без помощи какого-либо мотора или электричества 12 современных водопоев служат нуждам фермеров Здесь помещается 6 тонн воды, длина составляет 25 метров Эту воду мы провели с расстояния в 1 километр 650 метров Это сток подземных вод Где строить водопой мы решаем вместе с животноводами Этого дела общественного значения, которое осуществляется благодаря усилиям местного населения А также финансовой помощи международных организаций Очевидно, что люди бережнее относятся к тому, что было создано их руками Поэтому коллективное управление является правильным подходом Вы только посмотрите, какая тут чистая, прозрачная вода Какое же это удовольствие КОНЕЦ КОНЕЦ Хотя пастбище Текебулак Актатырского Аильного Аймака выглядит более травянистой местностью На самом деле процесс деградации здесь начался достаточно давно На этом пастбище можешь находиться до 4-5 месяцев Обычно заселяешься в апреле, а в сентябре уже нужно будет уезжать Авазбек Нурмаматов с малых лет занимается животноводством Он отметил, что за последнее время значительно уменьшилась урожайность сена И если государство не примет жестких мер, эта проблема будет лишь усугубляться Урожайность сена за последние 5 лет сильно снизилась Что зимой, что летом невозможно найти сено для корма По-моему, еще ранней весной на входах в пастбище Нужно устанавливать ограждения, которые должны стоять до мая месяца И только тогда появится возможность для восстановления травы на пастбищах Местное население считает, что пока рано вести речь об уменьшении поголовья скота Через улучшение продуктивности их породы Так как для развития племенного животноводства потребуется втрое больше качественного корма И пастбище должны быть плодородными Поэтому в настоящее время на Баткенской земле можно разводить только непривередливую породу скота Местные власти придерживаются такого же мнения Правительство считает, что единственным приоритетным путем спасения пастбищ от деградации является заготовка корма впрок Племенной скот должен питаться высококачественным кормом Надо укреплять кормовую базу, чтобы до 1 мая население не выезжало на пастбище Нужно, чтобы у них был запас корма дома Если нам удастся улучшить кормовую базу, народ будет согласен повременить с кочевьем на пастбище Раньше у нас были площади пашни, где засеивали ячмень, пшеницу, эспарцет Уже много лет эта практика не используется Нам нужно вспахать эти земли и засеивать их Есть законы, положения и постановления местного значения относительно использования и управления пастбищами На какие шаги готовы пойти местные власти, призванные контролировать их исполнение Местные специалисты, которые надеются на положительные изменения в отношениях населения к пастбищным ресурсам Считают, что ситуация выправится, когда будет усилена социальная ответственность людей Мы совместно с пастбищными комитетами намерены разработать график по восстановлению пастбищ В этом году нами были созданы условия для восстановления пастбища площадью 3500 гектаров Народ должен осознать, что пастбища являются нашим общим достоянием Если не найдем понимания, то придется, как говорят пастухи, построить ограждения Чтобы не допустить скот на восстанавливаемое пастбище Специалисты считают, что вопрос правильного использования пастбищ не решается на должном уровне Из-за отсутствия надлежащего контроля Никто не читает законы, ведь Джигурку Кинешем был принят специальный закон, который предусматривает, что ответственность за контроль над управлением пастбищ, находящихся в государственной собственности, возложена на местное самоуправление Неспособность государственных органов контролировать исполнение законов местными органами власти и требовать отчет по их деятельности обусловлен тем, что они не знают, не читают законы, постановления и положения Изменение климата заставляет боткенских фермеров перейти от садоводства к животноводству Специалисты бьют тревогу, отмечая, что расширение животноводства в качестве доходной деятельности ускорит превращение и без того деградированных пастбищ Боткенской области в пустынную землю Деградацию пастбища связывают с изменением климата, ведь изменение климата в сельской местности оказывает отрицательное влияние как на земледелие, так и на садоводство Падает урожайность, доходы от садоводства и фермерства уменьшаются, и люди переходят на другие отрасли деятельности В настоящее время животноводство приносит хорошую прибыль и люди предпочитают увеличивать поголовье скота, что отрицательно сказывается на состоянии пастбищ Тем не менее, новое отношение населения к использованию пастбищ, усилия местных властей по совместному управлению пастбищами вместе с местным сообществом Активизация деятельности пастбищных комитетов за последние десятилетия свидетельствует о том, что народ прекрасно осознает последствия воздействия изменения климата на нашу действительность и начинает адаптироваться к новым условиям Согласно исследованиям экспертов об изменении климата и его воздействии на сельское хозяйство стран Центральной Азии, в ближайшие десятилетия в Кыргызстане ожидается засуха, а также чрезмерно дождливая погода, что серьезно отразится на урожайности сельскохозяйственных культур Поскольку Центральный Азиатский регион не имеет выхода к морю и находится в засушливой местности, он будет более подвержен воздействию изменений климата Последствия изменений климата в Кыргызстане за последние 10 лет четко проявляются в виде повышения температуры воздуха и изменения количества осадков С 1983 года по 2015 год температура воздуха в среднем увеличилась на 0,9 градусов Цельсия Метеорологи заметили, что во время вегетационного периода значительно уменьшилось количество осадков Изменение климата приводит к проблемам в сельском хозяйстве К примеру, после засушливых и дождливых лет меняется урожайность некоторых видов растений Распространяются новые виды болезней в растительном мире, появляются новые вредители Из-за усиления жары увеличивается объем испарений, что приводит к нехватке поливной воды Экономическое развитие и увеличение численности населения до 2030 года приведут к росту потребления природных ресурсов Нехватка воды будет ощущаться наиболее остро на юге страны по сравнению с севером Также южные районы больше будут подвергнуты воздействию наводнений, града и аномальных морозов За изменениями погоды и связанными с этим изменениями следит Департамент мониторинга и прогнозирования за чрезвычайными ситуациями Министерства чрезвычайных ситуаций Специалисты данного учреждения десятилетиями наблюдают за изменением климата Если за период с 1990 по 2000 годы были зарегистрированы 100 стихийных бедствий С 2011 года по 2019 годы их количество достигло уже 300 Такую тенденцию роста специалисты связывают с изменением климата Поэтому специализированные службы особо отмечают важность улучшения систем прогнозирования таких ситуаций В настоящее время МЧС, а также партнеры по развитию международной организации Обращают пристальное внимание на данный вопрос Разрабатывают систему раннего оповещения для фермеров Министерства сельского хозяйства Мобильную систему по изменениям погодных условий, в том числе по резким изменениям в погоде По готовности и адаптации к ним Также действует наша мобильная система 112 Что же касается проблемы, связанной с засухой, то определяются засусливые зоны И будет реализован проект по разработке дальнейших прогнозируемых сценариев Кыргызстану необходимо реализовать свои обязательства в рамках Парижского соглашения по изменению климата Страна должна подготовить национальный план, который будет представлен на конференции в ноябре этого года в городе Глазго, Великобритания Кыргызстан в 2019 году подписал Парижское соглашение, ратифицировал В этом году на конференции в Глазго представят информацию по национальным планам В этих планах предусмотрены 28 мероприятий МЧС Мы надеемся, что будут разработаны и реализованы до 2030 года наши определяемые на национальном уровне вклады по изменению климата К Парижскому соглашению присоединились 196 сторон Оно было принято в 2015 году во Франции Цель – добиться того, чтобы к 2010 году средний показатель глобального потепления Не превышал значение среднего показателя доиндустриального периода больше, чем на 2 градуса То есть этот международный документ обязывает максимально снижать объем выбросов вредных газов в атмосферу В 2017 году на Парижском саммите был обсужден вопрос о сборе средств для Зеленого климатического фонда Данный фонд окажет финансовую помощь странам, пострадавшим от изменения климата А также будет способствовать реализации специальных программ по адаптации к новым условиям Кыргызстан ратифицировал Парижское соглашение, тем самым взяв на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов на 30% при содействии международного сообщества Между тем на пыльном Кашимском пастбище Баткена наступил долгожданный прохладный вечер И Рахман Бердия Гембердзиев со своими невестками и внуками сел ужинать Со времени приобретения Кыргызстаном независимости вопросу рационального использования пастбищ не уделялось должного внимания И только в 2012 году был дан старт реформам в этой сфере Правительство 4 года назад в целях защиты пастбищ отмечало важность укрепления кормовой базы Сокращение поголовья скота через улучшение качества пород, обучение фермеров, посева трав на пастбищах Увы, мы стали свидетелями того, что эти усилия пока не привели к ожидаемому эффекту Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова